Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Интернет-портал Радиоцентр Сан-Гейтс начинает свою программу. Сегодня у нас 27 августа, в Чикаго 10 часов 30 минут, в Москве 16.30, и мы начинаем нашу программу. Поэтому, несмотря на то, что сегодня суббота, это такой день, который мы решили с моим гостем побеседовать в живом эфире. И я хочу его представить. Это Сергей Калякин, предприниматель из России, Москва. И не просто предприниматель, а путешественник, которого интересуют очень многие вопросы, которых сегодня в течении современного бизнеса не очень интересует людей. Мы с Сергеем познакомились в Индии. Это уже показатель того, что мы чего-то ищем. Причем это не просто чего-то ищем, а ищем на Востоке. Я, в частности, жил на разных континентах, и очень рад нашему знакомству, нашей встрече. И сегодня мы вот сейчас побеседуем с Сергеем. Сергей, здравствуй. Здравствуй, Майкл. Да, рад приветствовать тебя в нашем эфире. Мы периодически, так это скажем, общаемся, перезваниваемся по скайпу. Ну, вот так вот в прямом эфире ни разу не встречались. Ну, и те, кто хотят, хотели бы задать и хотели бы потом после просмотров на YouTube, на Facebook, поскольку все программы наши записываются, это могут сделать через наши каналы. То есть, это тройное WSungHatesRadio.com, SungHatesRadio.com. Это скайп, SungHates108. Ну, и мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Ну, и поделимся тем, что мы, так сказать, в нашей жизни наработали. Ну, надо сказать, что Сергей Колякин достаточно молодой человек. Но уже, так сказать, наработал к этому возрасту, ну, во-первых, многодетный отец, отец-герой, можно сказать. Да, сколько? Шестеро детей, да? Ну, да. Да. Да, ну, нам телефоны надо было бы выключить. Я просто включаю телефон. Да. И это уже говорит о чем-то. Да. В наше время, когда тут и двух многовато, ну, вот шестеро детей, это, так сказать, серьезный момент. Сергей, ну, расскажи, пожалуйста, тогда давай я у тебя буду поначалу спрашивать. Вот, что тебя интересует, ну, еще раз, ты бизнесмен, предприниматель, но что тебя больше интересует в жизни? Бизнес или какое-то развитие тебя как личности, или что ты ищешь для других людей, когда ты с ними общаешься? Вот, примерно такие вопросы. Ну, глобально меня интересует, как устроен мир, который мы строим, законы и правила его, вот, потому что, если ты знаешь эти законы, то жизнь становится гораздо проще, легче, не висит. Поэтому, как это, исторически, у меня большой интерес ко многим сферам жизни человека. То есть, меня интересует не только прямое зарабатывание денег, но и вещи, которые, так сказать, можно назвать эзотерическими, нематериальными. А ничего, так сказать, не усваивается лучше, как собственное изучение поездки в те места, о которых ты когда-то читал, о которых ты размышлял, мечтал, может быть, ну, и посмотреть на эту жизнь в других краях нашей планеты, своими глазами, почувствовать это, что-то, почувствовать не только кожу, но и, вот, каким-то еще, так сказать, внутренним состоянием особо. Ну, и, вот, поэтому, периодически, так сказать, езжу в различного рода экспедиции, в различные страны, вот, Гималай, где мы с тобой познакомились, когда-то. Ну, хорошо, что для тебя, скажем, в Гималаях? Вот я езжу не только в Гималай, в общем-то, Индия, это страна очень необычная, это не, многие едут, ездят туда, как туристы, кто-то едет на работу, я езжу туда, ну, так сказать, вместо силы. Что для тебя были Гималайи, в частности, Индия, я не знаю, был ли ты, ну, ты был, да, ты мне рассказывал в других частях, но, вот, именно, конкретно, что ты хотел найти в Индии? Ну, первый раз, когда я поехал в Гималай, в Индийский, как раз это было время, когда меня интересовала Аюрведа, наука, так сказать, оздоровления. И помня из книг о том, что именно с севера Индии пошла эта наука, хотелось именно приехать в те места и посмотреть, благодаря чему, можно сказать, это знание там появилось, и как это все происходит. Вот это панч-карма и прочие оздоровительные процедуры. Это был такой прикладной интерес, потому что в какой-то момент задумался крепко о своем здоровье и как его, так сказать, улучшать. Может быть, ты считаешь, что образ мысли тоже влияет на здоровье? Безусловно, и, скажем так, благодаря вот этим длительным нахождением в Гималаях, потому что сначала я был один месяц, следующий приезд я был два месяца в Гараху, в прошлом году три месяца прожил в Индии. Вот, когда ты вылетаешь из этой городской суеты, из-за такой суеты даже цивилизационной, когда куча звонков, куча встреч, у тебя остается время побыть одному. Ну, скажем, это время там достаточно в горах, если ты помнишь, да, то есть там коммуникации сведены к минимуму. Ну, поэтому, ну, благодаря этому, например, я многие инсайты, так сказать, получал, и это мне помогало переосмысливать многие этапы своей жизни. Там приходило понимание, чем хочу заниматься, как хочу заниматься, так сказать. В общем, для меня это не только оздоровительная процедура с массажем, с поеданием правильной пищи, но именно момент такой, как бы, очистки от всей шелухи и более глубокое узнавание себя. Понятно. Ну, на самом деле, действительно, дело в том, что... Учитывая, что там хорошая библиотека еще, если ты помнишь, там можно почитать очень разные книги, поэтому тоже ценно приобщиться к разным культурам, потому что, если ты помнишь, в этот центр приезжает народ со всей планеты, там, от Японии до Испании, там, Германии, Прибалтике, вот, и США, в том числе. Каждый оставляет книги на своем языке, вот, даже полистать книгу на каком-нибудь незнакомом норвежском языке, тоже такой интересный опыт, попытка, например, понять язык, не изучая его. Ну, вообще, аюрведа понятие гораздо более шире, чем просто физическое тело и медицинский аспект. Дело в том, что аюрведа, она на всех уровнях, так как мы три единства, это body, mind, spirit, это как тело, дух, душа, так и аюрведа. Это как бы переводится инструкция к правильному образу жизни, то есть это и питание, безусловно, это и очистка, безусловно, это и образ мысли, поэтому я не зря задал этот вопрос, и это действительно очень интересно. Ну, я могу, наверное, привести в пример такого человека, которого зовут Герман Стерликов, ну, россияне знают, первый русский миллионер. Это я, допустим, уехавший очень давно, как бы тогда, на тот момент я этого не знал, но он бросил все, и все свои бизнесы, и уехал на природу. Он живет, по-моему, под Москвой где-то, но относительно далековато, и не занимается бизнесом как таковым, хотя вот в последнее время это было. Он фактически сейчас стал, возглавил движение, расселение городов, обратно, так сказать, ближе к природе, вот такой, так сказать, исконный какой-то крестьянский стиль жизни, и достаточно активно проповедуют, и к нему приезжают паломники из-за передачи опыта, по-моему. Притом, он помогает бизнесменам как раз обрести там земельные участки в правильных районах, не только под Москвой, но и, ну, в личности России, там, давая контакт с администрацией. Герман Стерликов сейчас возглавляет комитет по расселению городов, как он сам называет вот свою деятельность. Ну, на самом деле, так оно и было. То есть, люди вначале жили в маленьких городах. Я думаю, что для Герман Стерликова просто модель бизнеса поменялась. Что такое бизнес, да? Ты несешь пользу людям, и люди тебе, так сказать, за это там благодарят в денежной форме. То есть, если ты пользу не несешь, ничего полезного не оказываешь, соответственно, и бизнес-то нет. Смотря как понимать это слово. Дело в том, что бизнес от слова, коренное слово, это busy, или можно его понимать, как бизнес в нашем понимании, как в основном 99% это понимает, а также это можно понимать, ты занят просто чем-то. Если говорить о расселении из городов в деревню, это обратный процесс, который когда-то начался в другую сторону, то есть, начали развиваться города. Вот я тебе могу задать вопрос. Знаешь ли ты, каково оптимальное было, оптимальное количество населения в городе? Я помню, что соотношение 80 на 90, 80 сельского населения, 20% городского. Нет, ну сколько примерно была численность населения в городе? Оптимальное, как считается, в городах, да. Ну вот, мне кажется, так сказать, от 1000 до 10 тысяч человек. И то 10 тысяч, это я думаю, было так лучше. Вот 10 тысяч, ты абсолютно прав, 10 тысяч человек, это та цифра оптимального населения города. У нас это 10 миллионов, это дикий дисбаланс совершенно. Вот 10 тысяч. Причем интересно, что модель бизнеса, не бизнес, точнее, а модель того, что находится в этом городе, была очень интересная. То есть, в центре этого города находился храм. И вот все люди, да, все люди стекались туда, и начинался рабочий день с поклонения божествам, поскольку люди понимали, и до сих пор, естественно, проживая там, понимают о том, что мы все-таки духовные существа, и поэтому они входят в храм и там, ну, совершают свои определенные обряды, каждый, естественно, свои. А вот, ну, как бы в городах это все по-другому, да? Я все-таки прожил очень много лет и в бывшем Советском Союзе, я уехал, когда еще Союз существовал, то есть, с красным паспортом, потом я живу здесь уже четверть века, на самом деле, и промежуток, так сказать, на Востоке. Поэтому имею возможность сравнивать проживание там, тут и тут. Ну, и философия, и психология человека, который живет в разных местах, и как он, в общем-то, чем он озабочен. Хорошо. Вот мне как раз интересно, что ты человек, который видел три разных модели, так сказать, общества и цивилизации, да, то есть, некий новый мир под названием коммунизм, это СССР, да, 40 лет, который ты прожил, некий, так сказать, новый мир, капитализм, это вот США, да, и твои длительные путешествия по восточному, так сказать, миру, да, то есть, на твой взгляд, какая модель более живучая и победит, скажем, там, например, на горизонте 50 лет? К чему люди придут? Мы часто слышим, вот мифы и легенды древней Греции, мифы и легенды древней Индии, допустим. Я полагаю так, что через какое-то время будет, появится через какое-то время мифы и легенды древнего, или там, не знаю, Советского Союза. То есть, это действительно мифы и легенды. Развитой социализм, загнивающий капитализм, и к чему и партия правительства, к которой мы там куда-то там что-то стремились. На самом деле, посещая Восток и изучая там различные дисциплины, и имея образование в бывшем Советском Союзе, имея образование здесь и там, кстати, в Индии, я могу, так сказать, сделать анализ действительно, как это все происходит и для чего надо образование. Вот я вначале поделюсь своей точкой зрения, а потом спрошу у тебя, для чего надо вот это образование. У меня, ну это, если я буду рассказывать, у меня это займет очень много времени, и в рамках одной передачи мы не уложимся. Я полагаю, так мы будем продолжать наши программы, потому что я что хочу сказать, к сожалению, к сожалению, нам дают и допускают нас к той информации, которую нам положено получать. То есть, есть информация открытая, есть информация закрытая. Чтобы не возмущать умы людей, нам ее не дают. Иначе наступит революция, мы знаем, к чему приводят обычные революции. Поэтому надо быть попроще. Надо быть попроще, надо не высовываться, так нас учили. Не было развитого социализма, не было никакого загнивающего капитализма, не было и нету. Значит, я могу сказать так, следя все-таки за тем, что происходит сегодня в мире, что на территории постсоветских, скажем, бывших республик, постсоветского пространства происходит абсолютно все то же самое, то, что происходило лет, скажем, 20-25 лет назад, вот на Западе, в частности, в США. Происходит развитие бизнеса, идет полным ходом. То есть, вот это все открыто. Эти слова заморские, которые я в свое время только слышал, там по голосам различными, которые здесь употребляют на каждом шагу, а в бывшем Советском Союзе их и близко не было, сейчас только и слышишь. То есть, половина уже русского, половина сленга английского, в общем, что там происходит. Что будет через 50 лет? Тут есть один момент очень интересный. Я когда-то беседовал с одним очень известным человеком, который, к сожалению, ушел от нас. Он жил в Санкт-Петербурге. У него был свой институт, аюровидический Тхан в Антаре. Когда-то я тебе рассказывал про него, доктор Ветров. И он объяснял. То есть, существует... Все должно быть в балансе. Существует две системы, которые его разновешивают одна другая. Вот когда-то было лемурийцы, и когда-то были дровидийцы. Вот древние расы, которые населяли нашу планету. Это было очень давно. И вот одна была технократическая раса, а другая была гуманоиды, скажем так. Они были духовные существа. Но они и та, и другая были очень высокоразвитыми цивилизациями. Так вот так технократическая цивилизация, ну, как, допустим, сегодня японцы, да, допустим, можно сказать. Вот оттуда все идет. Там технологии, там компьютеры, там все вот. Но вы понимаете, дело в том, что там существует перекос, огромный перекос. Я когда был в Японии, у меня сын там учился, я к нему приехал, и мы посетили Хиросиму. Ну, там стоит одно здание, которое разрушенное. Вот бомба там как раз взорвалась, 65 километров, по-моему. И ударная волна, она разбила абсолютно все. Вот это здание прямо было внизу, строго вертикально. Оно осталось там, стены просто остались, но оно сохранилось. Так вот, памятник, естественно, там. У меня много есть там различных фотографий. Дело в том, что то поколение, новое поколение, которое живет, оно понятия не имеет, вообще-то говоря, что даже была Вторая мировая война, о том, что там была сброшена бомба атомная, которая, понятно, привела к смертям очень серьезным. То есть, они этого даже не знают. Прошло-то всего каких-то там, сколько там, 60 лет, правильно? С этого момента, 65. То же самое, то же самое, насколько я понимаю. Очень многие не знают вообще, что был такой Советский Союз. Сегодня идет та информация, которую люди хотят получать. Они получают вообще непонятно откуда эту информацию. В основном из интернета. Сегодня, на самом деле, образование. Это, кстати, я не считаю минусом, это я считаю плюсом. То есть, для чего человек учится? Вот ты абсолютно правильно сказал, когда ты посещаешь, скажем, что-то ищешь, или посещаешь там Индию, Гималайю, ты ищешь ответы на какие-то совсем другие вопросы. И вот вопрос заключается в том, что если человек хочет заниматься только бизнесом, у него, безусловно, есть такое право, только для чего? То есть, вот оно аккумулирует, аккумулирует миллионы, получил один миллион, получил, начинает больше получать. Больше миллиона, больше миллиона. Вопрос для чего? По статистике, есть такая статистика, там неофициально, те люди, которые миллионеры. Причем интересно, что есть 97% богатств всех планет, держат в руках 3% населения планеты. То есть, это же дикий безбаланс, когда-нибудь он же должен на этом закрыться. То есть, давно будет все в балансе, все уравновешено. Вот эти дровидийцы и лемурийцы между собой как бы противодействовали. И когда победили технократы, скажем так, и праздновали победу, якобы, да, то случилась какая-то, ну, не какая-то, случилась там серьезная катастрофа, и полюса изменили свое, там, всемирный поток, не будем сейчас вдаваться в эти детали. Ну, то есть, и та, и другая прекратили свое существование цивилизацией. Они потом дальше трансформировались в другие и так далее. То же самое, когда бывший Советский Союз прекратил свое существование, то, соответственно, Запад праздновал победу. Ну, вот, наконец-то, Советского Союза уже нету. Неправильно. То есть, сила вторая исчезла. Должна быть какая-то сила, которая должна ей противодействовать каким-то образом и сохранять статус-кво. Ну, таким образом, предположения есть, они основываются. И несмотря на то, что я проживаю на территории, уже почти 25 лет проживаю фактически на территории США, я считаю, что будут очень и очень серьезные изменения и в сфере политической, и в сфере экономической, и в сфере даже, может быть, территориальной. Ну, тут могут быть и различные, скажем, катаклизмы. Потому что сейчас время такое, что действительно, вот в одной из передач, мы уже озвучивали с астрологом, московским в России тоже, о том, что есть, проживают у нас на территории, такой Майкл Скелли, он его зовут, вот он предсказатель, не знаю, ясновидящий. И вот он нарисовал две карты потопа после 2000-го года, даже не 2012-го, 2000-го года. И на этой карте нету многих государств, на этой карте нету многих штатов. То есть там, предполагается, будут большие изменения. Вопрос заключается в другом. Это все будет, во-первых, еще не в обозримом будущем, во-вторых, люди сегодня функционируют уже по-другому, чем они функционировали раньше. И образование нам надо только для того, чтобы понимать, куда мы идем, и что мы делаем, чем мы занимаемся. Последнее, что я хотел бы сказать, существует такое понятие, на санскрите это называется дхарма. И это означает свое предназначение. Вот я, скажем, нумеролог, я как-то, я тебе тоже подсчитывал там, я знаю примерно, как и что, на что ты, так скажем, способен, и чем ты занимаешься. И это практически всегда так оно и есть. То есть человек рождается в определенный день, и даже в определенное время, не случайно. И, соответственным образом, он имеет, он рождается с определенными качествами, которые ему позволяют пройти в этой жизни определенный путь. И хотелось бы знать эти качества, тогда будет проще. У кого-то все складывается здорово и замечательно, но, опять же, если есть перекос, все хорошо. В материальном плане, в душевном, духовном, может быть, не все хорошо. То есть надо идти, скажем, возвращаться и анализировать, почему это все происходит. Для этого, опять же, надо информация, для этого надо образование. Поэтому я, допустим, ну, в лице центра или в лице центра, в лице меня, неважно, мы даем такую информацию, которая позволяет людям получить это образование. То есть никто никуда никого не втягивает, никому ничего не втюхивает. Просто дается информация. Как она будет воспринята, это дело, конечно, наших дорогих, уважаемых радиослушателей. И есть у каждого свое мнение. Но, без сомнения, эта информация интересная. Ну, еще раз, как я уже сказал, мы будем продолжать наши программы. Можно говорить об этом долго. Об образовании, в частности, психологии, которой занимаюсь очень много лет. Тоже я могу анализировать. Ну, вот ты мне скажи, пожалуйста, тенденция, потому что я уехал достаточно давно. И поэтому я не знаю многого того, что происходит сегодня, и как в умах, и в мыслях людей. Ну, у тебя свой круг общения. Вот такое слово мы обсуждали, как нетворк. Очень многие, скажем, я больше общаюсь с россиянами, не знают вообще, то есть люди, которые не занимаются бизнесом, не знают, что такое нетворк. А ты говоришь, что у нас все знают, что такое нетворк. И это правильно. Нетворк, это же, ну, сейчас не будем, откуда это все пошло, эти мологии и так далее. Но вот, скажи, пожалуйста, какова тенденция, для чего люди сейчас обучаются? Что они хотят приобрести? На первом месте стоит действительно бизнес, или на первом месте все-таки стоит свое образование, как человека триединого? Я вот за последние две недели, я весь раз общался с разного рода бизнесменами, кто крупнее меня достаточно, так сказать, во много раз. И у многих стоит вопрос, чем заниматься, да, вот то самое предназначение, смысл жизни. То есть и он такой вопрос и в 20 лет, и в 30 лет актуальный, и в 40 лет, и в 50 лет люди этот вопрос задают. Поэтому, скажем так, в Москве достаточно много тренингов, курсов, людей, коучеров, бизнес-тренеров, кто свои программы как раз устраивает на понимание человека, через разные техники, начиная от медитации, каких-то процедурных состояний, глубоких трансов, окончая какими-то такими более простыми объяснениями, как вот, например, там, мастера и логи, через метапрограммы, через... ну, такую чистую психологию. Ну, это что касается, с чего начинается, как бы, развитие, да, все равно развитие начинается с вопросов, кто я, зачем я. Потому что в любом случае бизнес, вот, на мой взгляд, это всегда отражение владельца бизнеса, основателя бизнеса. И если ты хочешь делать успешный бизнес, ты для начала должен с собой разобраться, почему ты этим делом занимаешься, какие у тебя ожидания, да, то есть зачем оно тебе дано, там, эти испытания, которые, так сказать, иногда в бизнесе присутствуют не только в материальном плане, там, ну, и те или не те люди тебе встречаются, те или иные ситуации проживаются, то есть, это вопрос, я попытался ответить про образование, да, что первично, на мой взгляд, первично разобраться сначала с самим собой, для этого, безусловно, надо владеть, как бы, азами психологии, и, ну, в частности, в Москве, в моем окружении очень много людей, кто выступает в качестве неких таких учителей, проводников по этим темам. Плюс, безусловно, важен, как сказать, образование техническое, для того, чтобы, мы же сейчас с тобой находимся на разных сторонах планеты, да, то есть, но при этом ведем диалог, разговариваем, да, то есть, без развития цивилизации, там, канала связи, технологии, наверное, это было бы невозможно, правильно? Вот. Поэтому, например, как это, тоже опять, как тенденция, в Москве очень много курсов, секций, где можно прийти, получить технические навыки, даже если у тебя там гуманитарное первое образование. Что касается нетворка, на мой взгляд, сам термин может быть модный, но, там, среди активных людей, предпринимателей, то есть, просто людей, ищущих, нетворк всегда, как бы, был, и, так или иначе, встречаясь, там, с людьми, не поддерживаясь контакты, просто раньше контакты писали с записной книжки, а сейчас, благодаря, там, соцсетям, мессенджерам, все это, как сказать, гораздо быстрее, активнее нарабатывается, и проще поддерживать сроки будут. Ну, все правильно, абсолютно, так оно и есть, я очень рад, что это все находит развитие, раньше, действительно, этого ничего не было, я, и не помню, я уезжал в самом-самом начале 90-х, еще, как бы, существовал формально Советский Союз, правда, был на границе уже, и, интересная вещь, вот, я делаю наблюдение, что, сегодня, то образование, которое было, скажем так, принято, и сейчас оно тоже принято во всем мире, оно, возможно, это моя точка зрения, неэффективно в том плане, что сегодня у нас есть возможность выбирать то, что мы хотим изучать, если мы идем, как я когда-то изучал, в техническом вузе, мне давалось огромное количество предметов, которых и близко никто никогда не использовал, я говорю даже о тех предметах, которые нам, скажем, кто-то навязывает для получения нашего диплома, нашего, там, бэтчелор, мэйстер, PHD, может быть, этого мы не будем использовать, я смотрю эти книги, совершенно дикие толщины эти книги, причем интересно, что вот в Соединенных Штатах даже в пределах одного, ну, потока, можно сказать, да, есть разные преподаватели, которые ведут один и тот же курс, но книги у них абсолютно разные, то есть, о чем идет речь, у нас книги-то были у всех одинаковые, то есть, не было, чтобы один педагог одну книгу, второй педагог другую книгу, у нас была книга по предмету, а здесь книга по предмету, но конкретного преподавателя, то есть, почему именно этого, почему не другого, вот, причем другого взять нельзя, если вы хотите, вам надо только этого взять, то есть, это все говорит только лишь о бизнесе, значит, преподаватель написал книгу, и он эту книгу хочет продать, и продает, Вот, потому что выбора у нас нет. Вот сегодня для чего мы, еще раз, это длинная тема, мы только ее обозначим, начнем сегодня, но просто мне хотелось бы, чтобы, может быть, она вызовет интерес, и люди как-то будут комментировать и как-то тоже задавать вопросы свои. Так вот, скажем так, с моей точки зрения, мы сегодня можем на интернете, есть огромное количество курсов, есть огромное количество институтов, университетов, которые даже бесплатно обучают. Если, допустим, не бесплатно, мы хотим приобрести где-то, скажем так, ну, рабочую профессию будем ее называть, а мы хотим приобрести рабочую профессию бухгалтера. То есть, мы не идем в колледж, средняя стоимость образования одного года примерно 40 тысяч, 40-45 средняя стоимость. Ну, конечно, там дают scholarship, дают какие-то, ну, для малоимущих дают какие-то там скидки там, это есть. Ну, примерно так вот 40-45 тысяч. Получается, человек должен где-то примерно 200 тысяч долларов должен на свое обучение выложить. Выкладывает не этот человек, а выкладывает его родители, этого молодого человека, который идет, или молодой девушке, которая идет в колледж. И здесь запрограммировано все общество, можно сказать. То есть, все американцы, все до единого семьи, они знают, что так построена система. Вот их так зомбировали, я бы так сказал. И все идет квадратно-гнездовым способом. Шаг вправо, шаг нету такого. Американцы, люди очень дисциплинированные. То, что там пишут в прессе, в желтой, в зеленой, у нас все рассвечено. Зеленые технологии, там, президенты другого, там, ну и так далее. Мы это знаем, да? То есть, все то, что говорится, надо через призму, так сказать, прослеживать. Оно, я вам точно могу сказать, не соответствует действительности. Это то, с чего я начал, мифы и легенды. Это все миф. То же самое, как и миф, то, что здесь говорят, когда фильмы смотришь, там с каким-то совершенно диким акцентом по-русски разговаривают американские актеры, которые приехали куда-то в Россию. Это просто детский сад. Что нельзя найти там действительно русскоязычных актеров, которые по-русски будут говорить нормально. Это просто. Так вот, и это все, значит, идет политически какие-то все закулисные интриги, которых мы не будем касаться. На самом деле, я должен, вообще-то говоря, сделать, так, то, что называется, дисклеймер. То есть, радиостудия и там руководство студии не несет никакой ответственности за мнение гостей, которые у нас выступают в эфире, и не всегда согласны с их мнением. Это необходимое отступление, которое надо сделать, потому что потом могут быть какие-то нюансы. Особенно у нас тут все друг друга только и ловят на чем-то словить, чтобы потом деньги отсудить. Вот такая система. Поэтому то образование, которое было когда-то, я учился, я получал стипендиум, мне платили. А сейчас мы должны платить, причем на всех территориях, уже на территориях, я не знаю, есть ли остались какие-то колледжи или там высшие учебные заведения на постсоветских пространствах, которые бесплатные. По-моему, за все сейчас уже надо платить. Таким образом, что происходит? Выгоняющая система, которая заставляет человека пахать, пахать, зарабатывать эти деньги, у него не остается время на свое собственное образование. Поэтому я очень рад о том, что те люди, с кем я общаюсь на территории, скажем, России и Украины, они имеют возможность все-таки, придя после работы в 5 часов, или когда они приходят, имеют возможность себя, будем говорить, образовывать. Здесь такой возможности нет, поскольку заканчивается это время, когда человек приходит, он начинает заниматься чем-то другим, потому что здесь все бизнес. Здесь одна работа, другая работа, третья, вот эти суды надо каким-то образом окупать. Поэтому вот это образование, оно надо, оно надо. Но у меня есть другая модель, допустим, которая противоречит очень многим другим. Вот надо получать это образование. Человек, который пошел в калыч, что самое интересное, там никогда не проработал по специальности, ни одного дня не проработал в специальности. Там нет никаких распределений у нас. То есть человек закончил, получил, вот как мой сын, закончил, получил два мейджора, два майнера получил. То есть серьезное образование. Когда он начал писать свое резюме, рассылать, он пойдет на работу, у него все спрашивают, у тебя есть job experience, то есть опыт работы? Нет. Тогда мы тебя не возьмем. А какой может быть опыт работы у человека, который после школы пошел в институт, закончил, а какой может быть опыт работы? Так вот они идут, куда-то в промежутках работают в Макдональдсе, и тогда они пишут, хоть какой-то опыт работы, то есть общение с кем-то. Вот это очень и очень важно. Бизнесмены, они должны иметь опыт общения. Как они функционируют с другими людьми. Вот этот момент очень интересный. И вот тут может быть перекос, потому что технически ты можешь очень здорово быть подкованный, а как ты можешь общаться с людьми, вот это очень и очень сложно. Ты можешь с ними не уметь общаться. Поэтому какой бы ты ни был крутой бизнесмен, если ты не общаешься с людьми, не умеешь общаться с людьми, тогда это будет очень и очень серьезно. У меня есть очень и очень много примеров среди моих близких людей, примеров. Я это очень хорошо знаю, поскольку есть энергия планет. И если у нас семь видимых планет на небе, допустим, парочку невидимых есть, и семь дней в неделю, то вот каждая неделя несет в себе определенный цвет, определенную энергию. Ну, для примера, вот я сегодня в черном, сегодня Сатурн. Это достаточно тяжелая планета, достаточно тяжелая энергия. Не будем сейчас сдаваться, но цвет ее темно-синий, сиреневый или черный. Поэтому вот таким образом, кто это знает, очень мало, поверь мне. Этих людей, но это энергия вот человека. Если человек владелец своего бизнеса, то он обладает солнечной энергией. То есть я элементарно могу, даже я могу, хотя я не считаю себя там каким-то, но я просто кое-чего знаю, могу просчитать его, допустим, не только предназначение, а как ему усилить его качество. Это все относится к разряду информации, образования, которое, к сожалению, в калычах не преподается. Поэтому, если мы посещаем страны заморские, то есть возможность чему-то научиться. Вот таким образом. Хорошо. Скажи, пожалуйста, планы. Наверное, нам программу уже надо нашу заканчивать. Опять же, это, так сказать, знакомство. Ну, мы говорили до того, есть планы посетить Соединенные Штаты. Немного можно увидеть, даже прожив там месяц-два-три, можно посетить. И нужно, если есть такая возможность, безусловно, надо было посетить. Но было бы неплохо посетить и пообщаться с людьми, которые имеют свою точку зрения и которые не зомбированы вот этим обществом. и буквально там, всосавшим с детства в кровь систему вот так, как она ведет. Потому что, ну, разные страны, разные системы. Что еще? Куда ты собираешься? То есть, ты примерно в этом году еще собираешься посетить Соединенные Штаты, правильно? Вот, скорее всего, еще Южную Америку посещу. Потому что планы была Венесуэла и соседней страны. Вот, мне давняя мечта и до Перу доехать, до шаманов уранских. Вот, посмотреть, почувствовать их культуру, их традиции, методы работы с человеком. Ну, потому что я, ну, мы с тобой в Гималаях познакомились, да. Также я имею опыт общения с людьми, с какими-то паранормальными способностями, с шаманами, которые на севере живут. Меня всегда поражало, вот ты там в начале нашего паспи-диалога вспоминал историю, там, вот этих лемурийцев с этими, ну, когда-то очень давно, да, то есть... Травидейцами, да. А меня всегда поражало, там, например, когда смотришь Камбоджи на архитектуру этих древних храмов и вспоминаешь, как выглядят, там, перуанские Мачу-Пичу постройки, там, в Мексике, то есть, как вот так люди могли строить очень похоже, да, находясь, там, на тысяче мир друг от друга, да. То есть, это вопрос, каких-то артефактов подтверждающих о том, что мир раньше был не таким, как нам рассказывают, что он был, там, примитивным, и по чуть-чуть, по чуть-чуть, там, цивилизация, так сказать, росла. Вот, вот, поэтому плавно посетить Южную Америку, Северную Америку, зайдут тебе в гости в Чикаго, вот, надеюсь, до конца года эти планы осуществляться. Ну, замечательно. Сергей, ты открыл две группы в Фейсбуке, я, да, там, в них включен, одна группа была диагностикой и лечения, насколько я помню. Да, сегодня даже я вижу твои посты там, это достаточно интересно, да, это интересно, это информация, это какая-то, это не то, что, вот, надо это делать, вот, обязательно надо делать так, а не делать так. То есть, у каждого человека есть право выбора, и тут есть очень и очень много нюансов, если мы будем подходить человеку только к холистическому существу, то есть, не делить его на органы и системы, это уже хорошо. Но холистическое существо имеется в виду те субстанции или те составляющие, которые вообще, как бы, очень и очень малоизвестны в основном. Это, скажем, если mind или там ум или дух, а про дух или душу вообще говорить и не приходится, потому что, ну, все сводится максимум с посещения храмов божьих, где там люди молятся и так далее. А понимания этого, к сожалению, нет. Вот на тех территориях, которые ты посещаешь, которые я посещаю, там есть возможность приобщиться к этому и самому почувствовать, о чем идет речь. Так что это действительно очень интересно. Ну, в Чикаго я буду рад, так сказать, тебя принять. У нас центр достаточно, так сказать, серьезный. И много чего интересного в нем есть. И вообще поездить, да, действительно было бы очень неплохо. Ну, еще раз повторяю, дорогие друзья, наши уважаемые радиослушатели, это наша первая программа Сергея Мкалякина. И это не театр одного актера, это не интервью, которое он берет у меня, я беру у него, допустим, да, это просто общение. И вот эти группы, которые в Фейсбуке предполагаются, которые Сергей сейчас открыл, это очень интересная тема. Мы будем, да, мы будем освещать тело, вот образование, оно интересно, для чего мы образовываемся. И бизнес – это, ну, та составляющая, которая относится к материальной составляющей. Здоровье и бизнес – это две главные составляющие. Сосуд, он должен быть, в котором мы и есть, он должен быть без дырок. И он должен быть в хорошей форме. А, в конце концов, мы с тобой знаем, авиабилеты стоят денег, на них надо уметь заработать. Это правда, да. Поэтому то, что мы тут делаем, и то, как мы здесь общаемся, это тоже, как бы, стоят деньги. И надо общаться. У меня есть моя модель, как зарабатывать деньги. С помощью интернета она очень доступна. Это то, что сделал, кстати, Герман Стерликов в свое время. Он открыл первую российскую биржу. Насколько я помню, он пошел в банк, отдал определенную сумму денег, да, он это уже отыграл в первый же год. А вот на той самой бирже я функционирую уже много лет, 20 лет. И очень интересные моменты, очень интересные вещи. И могу сказать, еще раз, имея образование и там, и там, и там, я могу сказать, что надо просто думать немножечко по-другому. Ну, тогда появляется много возможностей. И очень рад о том, что вот я общаюсь с тобой, Сергей, который думает не только так, как принято думать, занимаясь бизнесом, а думает еще по-другому и относится к человеку не только как к машине, которая зарабатывает деньги. Майкл, таких, как я, нас много. Я не сомневаюсь, что у нас много, и я очень рад, что мы, так сказать, начали общение, а будет еще больше времени сейчас такое, да? Хорошо. Тогда, дорогие друзья, позвольте откланяться. У микрофона был Майкл Мелехов, руководитель центра SunGates, и мой гость Сергей Калякин, предприниматель, имеющий много тут регалий, которые я даже не озвучивал. Ну, те люди, которые будут смотреть его, которые в его нетворке, они, безусловно, знают про Сергея. Кто хочет познакомиться с ним поближе, вы это можете сделать. Оставив свои комментарии, замечания и задавая свои вопросы на нашем сайте. Это работает 24 часа в неделю, ну, с перерывами на такие прямые трансляции, прямые включения, которые мы сегодня и делаем. Все программы записываются, они выставляются в YouTube, поэтому те люди, которые подписаны, SunGates Radio, SunGates Radio, Тирея, Ар, английская буква, это на русском языке, потому что есть и на английском языке канал. Вот, пожалуйста, сразу получите это уведомление. Но они также выставляются в Facebook, поэтому SunGates Radio наберете, можете посмотреть. И эту программу тоже записывается, в скором будущем она будет обработана и выложена в нашей социальной сети. Хорошо, Сергей, тогда удачи. Спасибо вам. Хороших выходных. Спасибо, да, сейчас. Да, взаимно, взаимно. И мы встретимся, я полагаю, так, в следующую субботу. Время наше в эфире примерно 10.30, 10.40, это время по Чикаго. Или 18.30, 18.40 по времени города Москва. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok